Суды по выселению участковых из квартир продолжаются. Сегодня в Металлургическом районе рассматривали дело еще одного бывшего сотрудника полиции. Какие вопросы пенсионер МВД намерен задать своему бывшему руководству? И сколько еще участковых сейчас живут в квартирах на птичьих правах? Расскажем в сюжете. Полицейского, его жену и двух детей-подростков пытаются выгнать из квартиры уже второй раз за год. После первого иска от КУИЗО бывший участковый согласился оплачивать коммерческие найм жилья. И отказался от планов по приватизации. Но даже это не помогло. Новый иск поступил в суд уже на следующий день после мирового соглашения. Ранее они мотивировали, надо платить. Даже встреча была с представителем КУИЗО. Платите коммерческий найм. Я официально договор не заключал, но я принял их сторону. И мы платим. Найм этот плачу я. Но они все равно выселяют. Я не пойму их требования. Суд решил привлечь руководство городской и областной полиции в качестве третьей стороны процесса. Причем с ходатайством об этом выступили представители городской администрации. Начальство из МВД планирует расспросить, стоит ли участковый пенсионер в очереди на жилье. И почему министерство не торопится с предоставлением квартиры. Спортная квартира, из которой мы выселяем, отнесена и включена в реестр муниципального имущества города Челябинска. И второе ходатайство о том, что на учете в качестве нуждающих ответчик и члены его семьи не состоят и никогда не состояли. Также на заседании судья приняла встречный иск от полицейского. Он требует предоставить ему квартиру по договору соцнайма. Такие же заявления готовят и другие сотрудники МВД, которым грозит выселение. Сейчас в городских судах рассматриваются еще три подобных дела. Как говорят в инициативной группе участковых, с такой проблемой столкнулись не только челябинские полицейские. На птичьих правах в своих квартирах живут десятки пенсионеров МВД по всему Уралу. Сейчас у нас 31 человек, у которых будут суды по жилью. Также обращаются даже с других городов уже участковые, у которых такая же проблема. В Магнитогорск к нам обратились, в МИАС обратились, в Ноябрьск даже ХМАУ. Напомним, на прошлой неделе в Челябинске уже прошло рассмотрение одного из дел по выселению бывших участковых из квартир. Суд встал на сторону пенсионера МВД и вынес решение о предоставлении жилья в социальный найм. А вот против участковых активистов в городском главке затеяли служебную проверку. Закон запрещает сотрудникам полиции публично критиковать органы власти.